здравствуйте с вами я николас дюдин сегодня бы хотел с вами обсудить очень важную тему когда-нибудь слышали о трекинге cinema 4d так вот сегодня я хочу вам показать как можно сделать крутой бомбезный ролик с помощью трекинга cinema 4d хочу сказать и добавить что я изначально было такое что я думал что 3d трекинг в cinema 4d хуже чем в блендере и либо в афтер эффекте но я ошибался насчет этого блуждался в том что я думал кого воля богов и настало время показать вам и научить вас как тречить по всему 4 поехали ну что ж открываем cinema 4d так стоп-стоп-стоп вот так ты лучше открываем сидим и 4d и начинаем здесь творить чудеса для того чтобы нам сделать наш трекинг нам нужно конечно же футаж какую-нибудь видео у меня естественно есть уже отснял на телефон у вас не знаю поехали нажимаем маунте у трекинг нажимаем мою чем 3 и мы попадаем в моть он трекинг далее во вкладке футаж нам нужно выбрать футажик свой у меня это будет вот такое видео отснятое с телефона у вас это будет не знаю что если вы здесь что-то накосячили у вас куда-то что-то улетела никаких проблем нет просто переходим в палочку отсюда и здесь мы можем масштабировать спокойно и просто нажать full footage и мы возвращаем нашу сцену обратно так приходим в 2d tracking здесь нас интересует вкладка авто трекинг нажимаем нее ждем когда все просчитается и вот наши долгожданные трекеры вот они появились и принципе вроде бы все хорошо но этого мало переходим в 3d а нажимаем run 3d ждем данная функция это называется реконструкция точек и можем изменить здесь вид перейдем дисплей и здесь поставим какие-нибудь значения можно здесь и вот пониже повыше побольше потолще квадратские кружочки и так далее чтобы было удобнее видеть вот эти зеленые точки если мы раскроем вкладку мотином трекер мы увидим что здесь у нас создавалась камера и наши всякие нули и точки зеленые это наши хорошие с вами трекера ну хватит болтать давайте создадим уже направляющие для трекера теперь мы нажимаем правой кнопки мышки переходим в тег мотином трекинг и здесь выбираем планар появляется вот такой вот треугольник и так что он мы должны здесь сделать по идее этот треугольник отвечает за верх за низ какую-то конкретную точку лесиком мышки можно прибавить наш футаж зажатым альтом и нажать на колесико мышки можно передвигать его как вам угодно что я вижу я вижу что у меня есть точки и это как бы такая направляющая линия пола давайте что мы сделаем мы возьмем вот этот уголочек и поставим вот на этот трекер этот ключик мы поставим вот на это то есть мы с вами повторили линию нашего футажа а вот эту точку мы поставим то где мы хотим чтобы у нас был объект и поставлю ее вот сюда что мы теперь наблюдаем мы видим что у нас и плоскость и вверх и вниз у нас все стоит на месте для того чтобы проверить все ли работает давайте сделаем так нажмем вот сюда на планар сделан create plane у нас создается небольшой сплайн для того чтобы он появился нужно вот сюда его нажать наблюдаем вот наш пол наше место где у нас будет крепиться что-то для того чтобы проверить что работает давайте создадим какой-нибудь куб так как наши координаты все изменены и перепутаны куб создался где-то непонятном месте нажимаем колесико мышки у нас открывается 4 окна давайте нажмем на квадратик и попробуем его переместить в поле нашей камеры но есть проблема сколько бы мы здесь не нажимали вот эти кнопочки то бишь инструменты перемещения он не будет никак перемещаться до тех пор пока вы нажмете функцию модель в левом углу теперь можете перемещать теперь мы здесь двигаем и наблюдаем где у нас появится куб я его помещаю в поле зрения нашей камеры дальше я перехожу обратно в вид футажа перемещая туда мышку и нажимая колесико мышки отлично я его вижу вот он здесь я могу подвинуть либо опять же могу переместиться на колесико мышки выбрать какое-нибудь себе окно и перемещать его где-нибудь здесь возможно мне так будет удобней так видим куб должен быть находиться в нашей плоскости давайте посмотрим что получилось что ж все получилось замечательно а теперь давайте заместо в это куба поставим какую-нибудь нормальную модельку нажимаем контр-шифт-о и выбираем вашу модель видим также что наша модель к создалась непонятно где нажимаем колесико мыши и видим что наша модель нифига не перемещается в чем проблема проблема в том что нужно выделить все наши элементы нашей модели и нажать alt g тем самым мы создали группу наших объектов и теперь спокойно мы можем перемещать наш объект я буду создавать рендер с помощью redshift нажимаю redshift нажимаю redshift viewer и здесь я хочу посмотреть как все это у меня будет в реальном времени в настройках рендера cinema 4d я тоже поставлю redshift нажму предосмотр теперь осталось сделать некие корроритировки по модели чтобы поставить ее в нужное место то есть полностью настроить ее местоположение итак давайте теперь добавим redshift освещение заходим redshift light дом light теперь давайте поставим карту окружения ее конечно можно скачать либо сделать прямо из своего футажа открываем в любом проигрывателе хотя наверное не в любом а лучше в кодек пак открываем ваше видео нажимаем выбираем здесь любой фрагмент файл сохранить изображение и сохраняем на рабочий стол и во вкладочке дженери нажимаем открыть и выбираем вашу фото и видим что карта окружения подгрузилась здесь также есть различные настройки как подключить экспозицию и освещение изменить немножко тональность цвет это все по вашему усмотрению для уже для каждого индивидуально спускаемся здесь пониже и конечно же отключаем нам вот это самый задний фон то бишь нас моделька берет карту окружения с нашего футажа которому загрузить на на рентере нам не нужен задний фон и нажимаем на его и так у нас есть plane вот это сплэйн для того чтобы потом не было таких проблем когда мы будем добавлять в after effect добавление теней потому что потом это будет просто проблемное же но давайте мы здесь растянем наш плейн и так это нужно для того чтобы нам сделать реалистичные тени выбираем наш плейн redshift tech redshift object здесь появляется очень много разных панельчик нас интересует панелька визибилити нажимаем здесь убираем здесь переходим во вкладку made здесь нажимаем галочку здесь мы ставим здесь убираем здесь оставляем пускаемся вниз в шадов то есть тени здесь ставим все галочки и так после того как мы все это сделали давайте перейдем настройки рендера здесь мы выберем по вкладке рендер мы поставим конечно же redshift здесь у нас стоит разрешение нашего футажа если у вас другое можете стоять другое здесь обязательно framerate то бишь частота кадров обязательно должна соответствовать вашему футажу в настройке save выбираем место куда будем сохранять здесь выбираем формат png и здесь соответственно чтобы у нас был прозрачный фон ставим конечно же альфа канал здесь и ставим значение от нулевого кадра и до какого у меня это 359 у вас может быть другое и нажимаем render осталась изюминка на торте это мой старый проект который я делал да и теперь мы сейчас все закинем сюда и здесь уже сделаем магию перетаскиваем в секвенцию нашу видео кликаем два раза в окно проекта выбираем папку где у нас сохранились наши пнг-шички выбираем одну ставим галочку png здесь вот импорт нажимаем правой кнопкой мышки футаж майн и здесь если у вас стоит другое значение ставим столько же кадр сколько у нас видео перетаскиваем со шифтом футажик ставим вот аккуратненько и если у вас возникла проблема в том что у вас не совпадает анимация с футажом и есть какие-то проблемы всего скорее это неправильные кадры поможет помочь следующее берем из-за этого пузуночек растягиваем полностью и влево на два кадра 12 ну что же теперь просматриваем нашу и что мы видим а мы видим что это просто бомбезно это офигенный трекер теперь мы с вами будем делать композиции и будем теперь снимать фильмы да мы теперь сам не будем все делать ну и по желанию в афтер эффекте ты можешь уже сделать что-то еще круче добавить всякие плюшки добавить дым анимации эффекты и так далее это уже все на твое усмотрение как тебе твоей душе угодно ну что ж я надеюсь тебе понравился данный ролик и ты научился это делать пиши комментарии поставь лайк напиши что бы ты хотел еще и да я подумал что может быть все таки ты не должен знать ничего то что я тебе показал и ничего общего отныне ты простой работяга обычный человек ты никогда не занимался 3d графикой так что и 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